Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Вкус настоящего счастья». Раду новой возможности общаться вместе с вами и вместе с вами подниматься по ступенькам, ведущим к вершине счастья. На прошлой встрече мы с вами говорили о тех нуждах и потребностях, которые необходимы женщине для того, чтобы она чувствовала себя комфортно и счастливо. Сегодня мы с вами поговорим о мужчинах. Что необходимо мужчине, чтобы он был счастливым? Что нужно знать женщине о мужчине для того, чтобы она могла помочь ему стать увереннее, чтобы ему было хорошо и комфортно в жизни? Женщине необходимо помнить о том, что ей нужно подчеркивать силу мужского эго. Очень многие мужчины идут по жизни с заниженной самооценкой. У многих даже авторитарных, грубых мужчин, их авторитарность и грубость как раз и связаны с тем, что они не уверены в себе. Таким образом, они пытаются за агрессией, за авторитарностью, грубостью спрятать свою очень сильную ранимость, свою такую вот несостоятельность, свою неуверенность в жизни и в себе. Любящая женщина поможет мужчине поднять самооценку. Очень многие матери как раз и закладывают в детстве у своих мальчиков вот эту заниженную самооценку, которая мешает им жить. Как часто мальчики не соответствуют тому идеалу, который нарисовала в своих мыслях женщина. Ведь какой маме хочется, чтобы ее мальчик постоянно разбивал коленки, рвал брюки, лазил по деревьям, по заборам. Каждая мама хотела бы, чтобы ее сын был скромным, тихим, был отличником, чтобы он был усидчивым. А ведь таких мальчиков единицы. А что делать всем остальным? А все остальные как раз и постоянно слышат упреки в свой адрес. Их постоянно дергивают, постоянно дают понять, что они совершенно не соответствуют тому идеалу, который, в общем-то, хочет видеть мама. И вот так и растет мальчик, пытаясь понять, что нужно женщине от него. И с трудом осознающим, что он, в общем-то, имеет право быть таким, какой он есть. А из-за того, что он не соответствует маминым требованиям, А потом и девочкам, одноклассницам, перед которыми учительница, как правило, унижает мальчика. Ведь обычно мальчик при всем классе получает двойки, его ругают, его одергивают, Одноклассницы хихикают. И так и растет мальчик, неуверенный в себе, с очень заниженной самооценкой. И таких мальчиков большинство, любящая жена, любящая женщина, постарается помочь мужчине поднять его самооценку. Любящая мама самого рождения будет воспитывать мальчика, будущий мужчиной, и будет поднимать ему самооценку, А не будет его ругать и одергивать за те вещи, которые присущи и свойственны мальчику или мужчине. Женщина-мать, женщина-жена, женщина-сестра и подруга будут прилагать все усилия для того, чтобы мужчина, который живет с ней рядом, чувствовал себя уверенным, и у него была нормальная самооценка, чтобы он относился к себе, чувствуя и зная все свои достоинства, работая над своими достатками, чтобы у него самооценка была соответственна тем достоинствам, которыми наделил его Бог. Мужчине очень нужно, чтобы женщина его помогала и понимала, что он нуждается в помощи. Хотя никогда мужчина не скажет, я нуждаюсь в твоей помощи. Но, если мужчина не получает эту помощь, это может его привести к депрессии, это может привести его к вредным привычкам, или даже мужчина начнет проявлять насилие в семье. Потому что, опять-таки, издержки воспитания с детства, мужчине говорили о том, что он должен быть сильным, что он должен все преодолевать, и когда он сталкивается с проблемой, ему хочется, чтобы ему помогли. Но когда, как мы говорили, мужчина боится это сделать, он боится сказать о том, что ему нужна помощь. Поэтому женщине нужно знать, что не нужно ждать, пока мужчина попросит. Вот некоторые женщины мне говорили, а что, ему трудно меня попросить? Ну, действительно трудно. Ему тяжело переступить этот барьер. Любящая женщина, она сама протянет руку помощи. Ему бы даже не будет подчеркивать и говорить о том, что она помогает, а просто станет рядом. И даст понять, что мужчина не одинок. А рядом с ним любящий человек, который готов с ним разделить все его проблемы. Для мужчины важно, как женщина оценивает его внешность. Очень страдают мальчики, когда девочки отпускают всевозможные шуточки по поводу их внешности. Очень страдают мальчики, когда появляются прыщи на лице. Для них это тоже трагедия, не менее, чем для девочек. Мальчики страдают, когда мама начинает подчеркивать какую-то неуклюжесть. Очень часто мальчики-подростки действительно не справляются со своими конечностями. Зачастую у них руки и ноги вырастают даже быстрее, чем они могут ими научиться хорошо воспользоваться. Идет очень бурный рост тканей и костей. И поэтому у мальчика бывает, что они неуклюжие. У них бывает, что что-то выпадает из рук. И как больно мальчику, когда он слышит, мама ему говорит, «Да что у тебя руки, я не тем концом вставлю, ну что ты все роняешь, ну что это за безобразие такое?» Для мальчика это очень болезненно, все это переносится. Поэтому нужно помнить, что для мужчины и для мальчиков, в частности, для мужчин в общем-то, не безразлично, как женщина относится к внешности мужчины. И если женщина подчеркивает его недостатки, у мужчины тоже может развиться депрессия, и опять-таки мужчина может уйти в себя, и у мужчины снижается самооценка. Если же женщина подчеркивает то, что внешность ей нравится, и что мужчина мужественен, наоборот, мужчина будет стремиться к тому, чтобы еще больше как-то соответствовать этим комплиментам, которые говорит ему женщина. Мужчина нуждается в восхищении и уважении. Для мужчины важно, чтобы женщина видела, что у него большие сильные мускулы. Для него важно, чтобы женщина подчеркивала его мужественность, и чтобы она им восхищалась, чтобы она говорила о том, что он уважаемый. И важно, чтобы она не только сама восхищалась и уважала мужчину, но и говорила своим детям, чтобы они уважали, восхищались своим отцом. Для мужчины это очень важно. Как мы уже говорили с вами в предыдущих передачах, для мужчины важна работа, важен профессиональный рост, важно, как у него складываются отношения на работе, важно, чтобы женщина могла оценивать его таланты и способности. И когда женщина раздражает работа мужа, он очень болезненно это все переносит. Когда же женщина восхищается тем, что у него получается, у мужчины вырастают крылья. И он способен сделать очень многое, даже вот то, что он не смог бы сделать, если бы он не слышал бы этого похвалу. Рассказывают о том, что один мальчик был двоечник, неряха, он постоянно опаздывал, постоянно его ругали, ругали, ругали. И к ним приехала в гости бабушка. И она увидела, что мальчик этот совсем уже вот такой, он как находившись, такой вот птенчик, обиженный такой, он как-то так вот, действительно вот ему говорят, что он такой плохой, и он, ну и не старается, изменить свое отношение, отношение к себе. И бабушка стала его хвалить, стала обращать внимание на его достоинства. Бабушка сама нагладит ему рубашечку и брючки, оденет и говорит, посмотри-то, как ты хорошо выглядишь, посмотри, какой у тебя все красивое, какой ты у меня стройняшка, мой внучек. Потом бабушка сама старалась его будить пораньше и помогала ему собирать портфель в школу. И говорит, ой, слушай, как замечательно, ты сегодня вообще не опоздал. Потом бабушка помогла ему делать домашнее задание, выявила, что у него лучше получается, и всегда старалась подчеркнуть то, что у него хорошо получается. Какой ты молодец, ты посмотри, как ты замечательно решил этот пример, ну какой же ты умничка, мой внучек, посмотри, как это здорово у тебя получается. Буквально через несколько месяцев мальчик перестал опаздывать в школу. Еще через некоторое время у него стали появляться четверки. И в конце учебного года родители вдруг заметили, что его, оказывается, ругать не за что. Мальчик стал аккуратным, потянутым, никогда не опаздывал в школу и закончил учебный год почти со всеми четверками. А чего это произошло? От того, что бабушка стала обращать внимание на его таланты и способности, стала ему помогать и раскрывать то, что у него есть. И мальчик полностью изменился. Это касается и взрослых мужчин. Таланты и способности мужские в женской руке. Если женщина сумеет похвалить мужчину и высветит его достоинства, у мужчины вырастут крылья, и он будет способен перевернуть даже горы. Если же женщина его постоянно пилит и ругает, у мужчин опускаются руки, ему вообще ничего не хочется делать. Для мужчины важно, чтобы женщина замечала, какие у него черты характера. Эта потребность связана с предыдущими. Точно так же, как мужчине важно, чтобы его таланты и способности подчеркивались, для него важно, чтобы женщина обращала внимание на его черты характера, чтобы она восхищалась теми чертами характера, которые у него есть положительные. Если это будет происходить в жизни мужчины, то он будет стараться исправлять и свои недостатки, потому что он будет стараться постоянно соответствовать этому восхищенному взгляду своей жены и тем словам признания, восхищения, которые он от нее слышит. А для мужчины важно, чтобы жена была предана семье. Ему важно, чтобы дети были очень ухожены, чтобы они были чистенькие, хорошо накормлены. Для мужчины очень важно, как женщина относится к семье. И не только уже мужчине. Молодые ребята тоже, когда они выбирают спутницу жизни, они приглядываются к тому, как девушки относятся к детям. Они смотрят. Если детки липнут к девушке и как-то девушка находит общий язык с маленьким ребенком, если она берет, может быть, у какой-то знакомый грудничка и он у нее на руке успокаивается, молодые ребята, они на это очень обращают большое внимание. И как раз они, может быть, даже неосознанно, но они, может быть, проводят время с девушками более легкого поведения и с девушками, которые гуляют и проводят много времени с ребятами. Да, ребятам нравится общество таких девушек, но жены, как правило, ребята выбирают хороших хозяек и тех девушек, у которых есть чувство материнства, которые могут успокоить плачущего ребенка, которые могут накормить ребенка, и которым дети действительно липнут и пытаются как-то проводить с ними время. И такие девушки не отталкивают от себя детей. Для молодого человека это важно. И, может быть, я еще повторяюсь, он неосознанно, но все-таки старается жениться на такой девушке, которая любит детей, которая любит домашнее хозяйство, работу, которая сможет ему создать уют и комфортность в доме, и которая сможет ему родить и воспитать здоровых, хороших детей. Для мужчины это важная потребность, и женщины, которые не обращают на это внимание, совершают очень большую ошибку. Для женщины, у которой важнее карьера, чем семья, она может потерять и карьеру, и семью. Мужчина очень нуждается в уважении. Наверное, всем знакома такая фраза, которую произносит мужчина, который еле стоит на ногах, но он говорит, а ты меня уважаешь, да? Наверняка эту фразу слышали все. И даже говоря, то, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот это вот недостаток уважения, недостаток признания и заставляет очень многих мужчин искать уважение в обществе таких же непринятых, непонятых мужчин, как и они сами. И очень многих это как раз и толкает на соображение на троих. И женщина, которая хочет уберечь своего мужчину, она будет его уважать. Как-то мне пришлось разговаривать с женщинами, у которых мужья-алкоголики. То есть это был специальный семинар для жен-алкоголиков. И когда я стала говорить о том, что и такого алкоголика нужно уважать, большинство женщин страшно возмутилось. Да за что его уважать? Да какое еще уважение? Да вот он вообще все пропивает. Если бы не я, то вообще мы по миру уже пошли бы, и дети бы голодали бы. Но град упреков и возмущений посыпался на меня со всех сторон. Я подождала, пока женщины успокоились и попыталась им объяснить, что как раз корень многих пьяниц и как раз и находится именно в том, что эти люди неуважаемы. И они пытаются таким образом заглушить вот эту потребность в уважении. Они пытаются где-то найти хоть в каком-то обществе уважение. Ведь когда люди выпивают вместе, то они вроде бы как друг друга уважают. Я предложила им, ну вот вы, пожалуйста, не спорьте, вы просто попытайтесь попробовать и увидите, что получится. Через некоторое время несколько женщин поблагодарили меня за этот совет и сказали, что у них мужья перестали выпивать. Достаточно было проявить к ним уважение, говорить детям о том, что какой папа у них хороший, и помочь детям начать уважать своего отца. и мужчины перестали пить. Конечно, не все так просто, и не все пьяницы от одного уважения могут бросить пить, но достаточно часто как раз вот это является основной причиной, что мужчины начинают пить из-за того, что они не находят уважения и понимания в своей семье. Мужчина, так же, как и женщина, нуждается в ободрении и поддержке. И важно, чтобы женщина не ждала, чтобы мужчина сам об этом говорил. Она должна быть чуткой, внимательной и вовремя уметь поддержать мужа, одобрить его действия, помочь ему, чтобы он даже если ошибся, как-то преодолеть эту ошибку и осознать, что любая ошибка может стать новой ступенькой к успеху. Многие женщины, выйдя замуж, успокаиваются, особенно после появления ребенка, не перестают за собой следить, одеваются неряшливо, они перестают быть сексуальными, а потом очень обижаются, что их мужья не оказывают им внимания. Мужчина нуждается в том, чтобы рядом с ним была сексуальная женщина, независимо от возраста. и любящая женщина будет стараться для своего мужа всегда выглядеть привлекательной, обаятельной и будет стараться всегда ему нравиться. Мужу нужна привлекательная жена, даже тогда, когда она занимается домашней работой. Ему приятно, когда женщина следа собой следит и ему нравится, чтобы она была изящной и привлекательной. Рассказывают такой случай. Двое капитанов дальнего плавания возвращались домой. Они послали телеграмму своим женам и возвестили о времени приезда. Одна жена затеяла полностью ремонт в своем доме. Она не спала ночами, она все чистила, драила, она все там перелопатила, она, в общем-то, почти не спала. И муж приедя домой даже не заметил всей этой красоты, которую она вела. Сухо с ней поздоровался и ушел гулять с своими друзьями. Вторая же жена, она сделала генеральную уборку, но не затеяла масштабный ремонт в таком доме. Она постаралась, чтобы было уютно, хорошо и чисто. Но и сама, она сходила в парикмахерскую, она привела себя в порядок. Муж зашел, конечно, восхитился и вместе с женой пошел гулять. Первая жена, она упустила этот момент и просто, может быть, она не знала, что мужчина, зайдя в дом, он не увидит, он просто не сможет увидеть того, что сделала жена. Может быть, она действительно подвиг, совершила, сделав такой грандиозный ремонт, но он увидел ее, такую невыспавшуюся, совершенно неухоженную, непривлекательную. конечно, было очень обидно жене, что муж отвернулся и ушел, но мужу было тоже неприятно, что придя домой из дальнего плавания, он не смог провести время с женщиной, которая, в общем-то, его любила и ждала, но он этого не почувствовал, потому что он увидел непривлекательную, такую неухоженную женщину. Мужчина нуждается в хорошо организованном и спокойном семейном очаге. Любящие женщины стараются, чтобы к папиному приходу дети как-то успокоились, чтобы когда муж возвращается домой, по возможностям было относительно тихо, чтобы он мог отдохнуть, а потом уже отдохнувший, он может и позаниматься с детьми, может быть, поиграться, пойти популять, но если муж, возвращаясь домой с работы, сразу же до него набрасываются дети, гам, шум, драки какие-то между детьми, то в таком случае мужу хочется как можно быстрее уйти из дома и провести время где-то на старание. Мужчине очень нужен отдых от стресса и задача жены открывать свои уста с нежностью и кротко разговаривать с мужем. Для мужа дом должен быть лучшим местом отдыха от этой будничной суеты. И даже премудрец Соломон в Библии неоднократно говорит о том, что сварливая жена, она как капель, которая капает за шиворот холодной водой настолько неприятна, как сточная труба, и там много всяких не совсем лестных эпитетов Соломон применяет к женщине, которая не сдерживает свой язык. Когда муж приходит с работы, ему хочется, чтобы его встречала ласковая нежная жена, без града упреков и недовольства, что он что-то сделал не так. Мужу нужен друг для отдыха. Это не должна быть просто собака, в которую он ходит куда-то. Мужчина хочет, чтобы рядом с ним была женщина. Даже если женщина не разделяет его увлечения. Если женщина не любит футбол, но любит своего мужа, она по крайней мере постарается с ним посидеть и разделить его увлечения. Если женщина не любит рыбалку, но мужу хочется, чтобы она поехала с ним на рыбалку, она поступит правильно. Если она поедет на рыбалку, постарается там, если не нравится ей рыбная ловля, по крайней мере радоваться окружающей природе, смотреть на воду, которая успокаивает нервы. мужчине нужен друг для отдыха, женщине нужно это помнить. Еще мужчине нужны хорошие воспоминания. И любящая жена будет собирать фотографии, какие-то воспоминания, будет устраивать вечера воспоминаний, она будет собирать альбом счастливых воспоминаний, она будет напоминать мужу о каких-то своих семейных праздниках, она не будет обижаться, если муж это забыл, а тактично постарается ему об этом напомнить, и может даже сама устроить праздник годовщину их свадьбы. Для мужчины важно, чтобы женщина ему вспоминала именно те хорошие замечательные моменты, которые их объединяли. Итак, счастье мужчины зависит от женщины, и счастье женщины зависит от мужчины. Они оба будут счастливы, если будут стремиться сделать друг друга счастливыми. Если они постараются понять другого человека и дать другому человеку то, что ему необходимо, дающий получше обратно намного больше, чем дал. В следующей нашей встрече мы с вами поговорим о том, а что делать, если меня не понимают, как быть, если я хочу, чтобы меня понимали, но меня не понимают. Что делать в таком случае, мы поговорим в следующий раз. А пока всего самого доброго. счастья вам и удачи, чтобы каждая минута жизни с любимым человеком в семье приносила счастье. Всего самого доброго. Будьте счастливы. счастья 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok